Мухи отдельно от котлет. Президент подписал закон о раздельном сборе мусора. Он вступит в силу со следующего года. Но уже сегодня благоустроители ломают голову над тем, как же приучить горожан за столь короткий срок раскладывать отходы аж в 7 контейнеров. Экологи радуются нововведениям, а вот бездомные переживают, как бы они не остались без работы. Мария Новикова продолжит. Вот видите пластиковые бутылки? Не сортируют в основном. А мы вот сортируем. В деле раздельного сбора мусора Василий собаку съел. Он сортировщик с большим опытом и так зарабатывает себе на жизнь. Правда, говорит, чтобы добыть на помойке ценные алюминий или стекло, приходится покопаться. А дерять зерна от плевел горожане не любят. Хоть во дворах и установлены специальные баки, жители все равно свои отходы валят в одну кучу. Это в основном, если в отдельном пакете они несут, и все. А так в основном пакеты кидают сюда. Ну так-то, конечно, неудобно. Если бы и баночки отдельно нам складывали, так вообще бы хорошо было. Для удобства бомжей и коммунальщиков, Свердловчанам уже начали прививать культуру обращения с отходами. Российский президент подписал закон о раздельном сборе мусора, согласно которому жители смогут сортировать его аж по семи видам. Для каждого будет отдельный контейнер. За аккуратность будут не наказывать, а поощрять скидками на коммуналку. К сожалению, пока у нас административные ответственности за несортировку мусора отсутствуют, особенно физических лиц. Поэтому здесь только нужно методом убеждения. Если в нашей платежке мы будем платить на 100-200, условно, 100-200 рублей в месяц меньше, из-за того, что мы занимаемся сортировкой, то я думаю, что это будет символом неплохим. Эксперты в деле отделения мух от котлет, местные бомжи, к новому закону относятся скептически. Ведь разноцветные баки для пластика, стекла и пищевых отходов в городе появились не вчера, а в них по-прежнему свалка. А вы мусор сортируете? Да нет. Особо. А почему? Нет, ну вот пластик сюда выкидываю. А вот все остальные, то есть, допустим, там? Ну вот смотрите, предположим, одежда старая вот сюда, строительная, в угол бытовой сюда. Но оказывается, такая неразборчивость у нас в крови. По словам психологов, типичный россиянин изменить мир не стремится. Наводит порядок только у себя дома. То есть воспринимается пространство вне собственной квартиры, как уже не мое. То есть у нас нет такой культуры, вот действительно, восприятия дома, как более широкого понятия. Что говорить про сортировку мусора? Мы можем встретить мусор, который наш сосед положил около своей двери, и не планирует выносить. Так что чиновникам придется менять не только законы, но и менталитет. А это дело не быстрое. Европейцев, к примеру, сортировать мусор приучали не одно десятилетие. Так что о легкой жизни Василию пока придется только мечтать. Мария Новикова, Ярослав Прохоров. Главные новости Екатеринбурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова